Добрый день, всем привет! Наконец-таки долгожданное продолжение нашей совместной творческой деятельности. Павел Жулин, Иван Васильев. Добрый вечер, добрый день. По многочисленным просьбам трудящихся мы решили все-таки продолжить и посвятить эти несколько уроков насущным проблемам. Всегда всех трубачей интересует верхний регистр, у всех с ним нехорошо. Давайте часть урока посвятим верхним регистрам, а потом дальше посмотрим, если останется время, что-то еще. Очень важный момент – это отношение к инструменту, понимание, что ты делаешь, к чему надо стремиться, на что обращать внимание. Еще раз говорю, что верхний регистр – это не только угол правильный, это выдох, это артикуляция, это звуковедение, плюс отношение к инструменту, доверие к инструменту. Я под доверием характеризую приклад, то есть ты должен прикладываться к инструменту, доверять ему, заполнять. Тут несколько моментов, которые очень важны. Поэтому здесь, как бы сказать, что делай это, и все будет хорошо, так не получится. Скорее всего, черт говоря, что нужно все в совокупе употреблять правильно. Именно доверие к инструменту и дыхание, на мой взгляд, это вообще одни из основных, потому что на дыхании строится весь верхний регистр. Если это без дыхания, никогда ничего не будет и никогда не будет играться. То есть тут же мы уходим в проблемы с работой диафрагмы, зажатое горло и так далее, и так далее. И опять же, проблемы артикуляции языковой, вот это вот, языком вот научиться это делать. То есть все вместе, оно все связано, и надо любить свой инструмент и уделять ему достаточно много времени. Ну давай про упражнения. Да, по упражнению. Значит, по ходу упражнения, но по поводу еще раз говорю, что вы должны понять, что это инструмент, труба, она железка, грубо говоря. Вы живой человек. Когда вы еще раз, кстати, вы делаете вот так, при игре, то есть вы нажимаете, закрываете, у вас успеха не будет. Вы должны ее стараться, по поводу опоры, вы опираться и заполнять. Конечно, возможно, мы обстояемся по этому вопросу, но, тем не менее, заполнять операцию, заполнять операцию. При этом немаловажна, конечно же, позиция грудной клетки, позиция тела. Потому что если вы будете закрываться, ничего не получится. Будет голова болеть, кружится и так далее. То есть нужно, естественно, распрямляться больше. Под верхним регистром ход, то есть вы идете на верхний регистр, вы идете прямо. Даже иногда я советую своим студентам или даже друзьям привставать, немножко привставать на мыски. Понятие выдоха, верхний регистр, вставать на мыски. То есть ничего этого страшного нет. То есть левая нога у вас, допустим, стоит, или правая нога стоит вперед, левая нога чуть назад. Встаем на мыски. При выдохе. Та-ра-ри-ри. То есть вы пристаете. Это вам помогает хорошо и правильно выдыхать. То есть эти моменты, они хорошо формируют правильный выдох и правильное, как говорится, формирование верхнего регистра. Давай, Паш, какие-то есть упражнения, чтобы отработать правильный верхний регистр. Как ими правильно пользоваться? Ну смотрите, на самом деле упражнения, специальных упражнений, их не существует вообще. То есть упражнения, они все одинаковые. Можно брать классические варианты, можно брать еще какие-то варианты. То есть от Герберда Кларка, допустим, до бурма, какие-то упражнения на выдох. То есть здесь упражнений специальных нет. Главный смысл – правильно их исполнять. И правильно это делать. Артикуляция вся и произношение этих гласных происходит только у вас в голове. Еще раз напомню, специально петь их и жужжать там или как бы их исполнять, я не советую. То есть здесь какая суть в чем? Повторюсь еще раз. Что артикуляция и произношение гласных созданы для того, чтобы вы научились управлять языком. Потому что наш язык – это помощник в плане игры верхнего и среднего регистра, нижнего. То есть он формирует струю. То есть, бурмаре на слух «и» естественно идет наверх. На «о» опускается, на «я» также не запускается. То есть получается «я» и «я» и «я». То есть как его заставить двигаться? То есть здесь, в принципе, довольно все просто. Но самое главное все это внедрить и следить за этим. Очень хорошее упражнение. Вот эти все арпеджи, про которые Паша говорит, их удобнее играть не снизу наверх, а сверху вниз. Вот эта вот штучка интересная, которую я заметил. Их почему-то легче играть, когда ты сверху опускаешься вниз, а потом поднимаешься наверх. Вот есть такая... Это мое наблюдение работы с учениками. Как бы такая вот... То есть я предлагаю вот то, что Паша говорит, да? Не так это делать все, а... И так далее. То есть спускаться вниз и подниматься наверх по гамме. Ну, как бы здесь, в принципе, это больше к тем людям относится, у кого хорошо получаются верхние гисты, и у тех людей, которые не закрыты головы, и у которых хорошо получается это. Иногда, в принципе, я советую всегда, если вдруг не берется в лоб нота, все-таки стараться подходить к ней. То есть налегатор. Допустим, не берет у вас нота Ре, третья октавия. Подойдите к ней там, сыграть от Соль до Ре. То есть подведите к этой ноте. То есть есть такие моменты, когда люди в лоб не могут взять ноты. Это связано... Первое. Психологический момент. Второе. Какие-то проблемы с аппаратом и так далее. То есть старайтесь взять ноту таким образом, чтобы как бы к ней подойти. То есть Ре не берет у вас в лоб, вы подходите. То есть вы к ней подходите. Ничего там страшного нет. Там ми, допустим. Да, ми, бей. То есть вы к ней подходите. Не в лоб берете, а подходите. То есть не получается вот это. Подойдите к ней. Такой вариант тоже занятия очень важный. То есть не обязательно тянуть длинные ноты вверху, пока у вас там вены там не надуются, или плохо не станет и так далее. Подойдите к этой ноте. Подойдите к этой ноте. То есть подход. Есть понятие подхода к ноте, то есть ведение к этой ноте. Это очень хороший вариант развития верхней регистра. Так же. То есть не пытайтесь ее в лоб взять. Ваня правильно сказал. То есть если у вас получается, и вы сможете взять вверху и опуститься вниз, это прекрасно. Делайте это. Но если есть еще один вариант, что не получается взять верхней ноте в лоб, подойдите к ней. Очень все индивидуально. Очень индивидуально. Да, это правда. Можно понимать, что наши уроки, это скорее такие общеобразовательные штуки, потому что у всех по-разному очень индивидуально все эта история. Да. Есть общее понятие. Они работают стопроцентно. Сто процентов работают. И Ваня говорит правильно, что если у вас не получается, допустим, снизу пойти вверх, вы можете сверху пойти вниз. Такое тоже бывает. У меня был такой вариант, когда у меня, допустим, ученики говорят, что мы не можем связать ни с верхом. Вот мы играем, допустим, в губной легато. У них не получается снизу, снизу как бы до третьей довести до верха. Я говорю, хорошо, без проблем. Надейте соль. То есть вы начинаете сверху и связываете низ. Такое тоже бывает. Вот. А у меня сейчас еще такая штука появилась интересная, поскольку пришлось мне начать в музыкальной школе преподавать. Обратил внимание, что детишкам удобнее, скажем, верхний регистр осваивать с помощью... Вот мы как-то говорили про писк, но так не развили эту тему. С помощью именно писка. То есть не звуком брать верхний регистр, а именно... Такие вот штуки, которые просто писк не похожий на то, как звук берется, и научиться вот этим писком управлять, потому что напряжение не такое большое получается, как если бы брать этим звуком. И сама по себе вот эта штука, она работает на... На этом принципе, как бы... Да, в принципе, жима. И когда вы эти ноты научитесь брать вот таким писком... То есть это как бы не нота, это такое писчание. Ее потом можно раздуть до звука, но я обратил внимание, что детям удобнее баловаться таким образом. То есть относиться к этому не как к сложному третьему... к сложному верхнему регисту третьей октаве, где всем страшно, и ни у кого не получается. А относиться этому как к такому баловству... Потому что вот эта штука, она несложно делается. И в принципе, ребенок сразу понимает, как это делается. Управлять этим достаточно сложно, потому что там как-то непонятно все. Но сам принцип вот этого именно... То есть оно получается просто, и детям, особенно маленьким, очень прикольно с этой штукой баловаться. И потом как раз получается хороший третий регистр. На самом деле, очень хорошее упражнение, такое баловство. Это всегда очень интересно, и музыке баловство всегда приветствуется, в принципе. Вот я тоже таким баловством занимался. Да, все верно. Но, естественно, это под наблюдением преподавателей желательно, потому что никто иди на счет там... там сжать, поджимать и так далее. То есть это другой уже пойдет вариант. Вот, конечно же. Значит, немаловажную роль играет в нашей игре это, конечно, понятие сжима. Вот это как раз тот писк, тот верхний регистр такой, минимальный его форме, который Ваня показал. Он, естественно, очень важен. Вот мы как раз плавненько к сжиму и перешли. Да, к челюсти переходим, к плавненько к сжиму, к челюсти. Конечно же, значит, здесь важен момент один, то, что вы при игре... Вы не должны никогда поджимать подбородок и менять угол при игре. Кстати, если вы так делаете, это большая ошибка. То есть здесь нужно понимать, что вы дефектировали, подбородок вниз, то есть неважно, какие ноты у вас сберутся, главное не поджимать и не закидывать губу на зубы. Поэтому понятие сжима – это подход нижней губы под верхнюю. В пределах, допустим, каких-то двух миллиметров, трех миллиметров, грубо говоря. То есть с помощью, естественно, артикуляции, с помощью выдоха. Но не надо забывать то, что она не должна закидываться. То есть это очень-очень важный момент. То есть всегда у вас челюсть, вернее, нет обородок, смыть как бы вниз. Всегда. То есть у вас это кольцо, смыть вниз. Вот так делают. И поджимать еще недопустимо. То есть у вас никогда не будет хорошего звука, никогда не будет верхнего регистра. Хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова